Участники СВО в Хабаровском крае бесплатно обучаются новым профессиям. Эта категория граждан в прошлом году внесена в специальную программу содействия занятости национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Хабаровском крае организовано комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции. Работу в этом направлении ведет фонд «Защитники Отечества». Как отметила руководитель хабаровского филиала фонда Алена Чеплыгина, обращаться бойцы СВО и их семьи могут за любой помощью, будь то адресная поддержка в быту или же оформление статуса ветерана боевых действий, назначение выплат, профессиональная переподготовка и по другим вопросам. С фондом тесно сотрудничает Комитет по труду и занятости населения правительства края. В региональном отделении два раза в неделю по вторникам и четвергам ведут прием специалисты Центра занятости населения Хабаровского края. Граждане могут получить консультацию о существующей в сфере занятости поддержки, в том числе о возможности профессионального обучения. «Наш президент Владимир Путин в своих выступлениях подчеркивает необходимость всесторонней поддержки участников специальной военной операции и их семей. Мы со своей стороны готовы помогать в вопросах трудоустройства», отметила начальник отдела по работе с социально незащищенными категориями граждан Комитета по труду и занятости правительства края Елена Охотник. Так, в прошлом году в крае в рамках проекта «Демография» прошли обучение ветераны боевых действий, принимавших участие в СВО, в том числе Алексей Фурсов. Уволившись с военной службы, он обучился по программе «Бизнес-планирование» в Хабаровском колледже отраслевых технологий сферы обслуживания. После обучения Алексею предложили вакансию старшего администратора в ООО «ФА Логистик», куда он успешно трудоустроился. По возвращению со СВО я обратился в фонд «Защитники Отечества», так как хотел понять, какие социальные гарантии предоставляет мне государство. Фонд предложил обратиться в Центр занятости населения для содействия в обучении и поиске работы. «По интересному для себя направлению я выбрал и онлайн-обучение, и получение знаний в аудитории, так как уже давно хочу осуществить свои планы работы на себя. Мне было интересно, как организовывается бизнес, какую можно получить поддержку от государства, как просчитать риски, как оформить занятость. Все это подробно нам объяснили в классах. В будущем планирую открывать свое агентство по кадрам», – рассказал Алексей. Помимо Алексея Фурсова, новые профессии по программе переобучения освоили и другие ветераны боевых действий. Подготовка велась по таким направлениям, как оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами, анализ данных на ПИТОН, бизнес-планирование, специалист по закупкам и другие. В текущем году реализация нацпроекта продолжается. В настоящее время федеральные операторы Института развития профессионального образования, Рангхикс ТГУ и их партнеры формируют пул образовательных программ для дальнейшего обучения граждан. Для обучения в 2023 году гражданам на выбор было предоставлено более полутора тысяч различных образовательных программ. Выбор программы подачи заявок на обучение будут доступны на портале «Работа России». По информации «Рост труда», возможность подачи заявлений на обучение появится у граждан до конца первого квартала 2024 года.